В 99-м году у нас опять перед выборами президента, перед выборами в Государственную Думу начинают взорваться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это... Вернее, не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Вернее, не понял. Завели уголовный отдел с окраской терроризм и начали искать террористов. И буквально через полтора дня они их нашли. Задержали этих людей, и эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный. В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайла, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани. Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ, и тут же доложили Патрушу, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это была не попытка взрыва, а это были учения. И там был не гексоген, а был сахар. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен, и думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся вот в этой. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть определено. Но мы специально принесли и знаем, что это процессально оформлено все было, закреплено в документах. Чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. Значит, вот стенограмма заседания Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 сентября 1999 года. Селезнев, председатель Государственной Думы Российской Федерации, начинает собрание и говорит, здравствуйте, уважаемые коллеги, садитесь, значит, и начинается заседание. Значит, он начинает выступать, о повестке здесь говорит, и вот заявляет Селезнев Геннадий Николаевич. Вот сообщение еще передает. По сообщениям из Ростова-на-Дону, сегодня ночью был взорван жилой дом в Волгодонске. Это 13 сентября 1999 года. Сразу хочу заметить, что 13 сентября не был взорван дом в Волгодонске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе. А дом в Волгодонске был взорван 17 сентября 1999 года. То есть, мне удалось установить, кто передал 13 сентября 1999 года записку Селезневу о том, что взорван дом. Эту записку ему передал Лях, его помощник, который в течение длительного времени являлся агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации, агентом российских спецслужб. То есть, получается, что из ФСБ Ляху была передана записка о том, что взорван дом, чтобы Селезнев это озвучил на заседании Совета Государственной Думы. И они ошиблись во взрывах. То есть, дом 13-го числа они взорвали на Каширском шоссе, а написали, что в Волгодонске. А в Волгодонске дом они должны были взорвать по плану 17-го числа. Мы всегда с бандитами разговаривали на языке закона, а они с нами по понятиям. Сегодня, быстро, решительно, сжав зубы, задушить гадину на корне. Если мы сегодня этого с вами не сделаем, завтра будет хуже. Пожалуйста, давайте от фракции обвиняемся мнением, как нам сегодняшним этим вопросом поступить. Вы на вермоте пишите. Оставьте в покое сегодня наших министров. Мы же видите, что происходит в стране. Вспомните, Георгий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расследить. Если государственная дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что администрация Сосковского не знала об этом, что вам о том доложили? Все спят, через 3 дня взрывают, тогда начинают принимать мир. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства Транснефти. А в это время сейчас рабочие в Гостоевске отбиваются от такого же ОМОМа, когда леди пытаются захватить приятие уже его приватизированное. Давайте быть бездойным стандартом. Если вас интересует Транснефть, то вы... Владимир Вольфович, нас все должно интересовать с вами. Там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Давайте это вопрос с ними. Да, хорошо, я помню позицию вашей фракции. Сергей Николаевич, пожалуйста, и путь. Реодировать на ситуацию. Вот в Волгодонске подошло, где 6 депутатов фракции КПРФ. Они должны выехать туда и помогать, раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже остались на 3 дня. А они только постулись, когда погремел. Поэтому вот не годится такой стиль работы, Геннадий Николаевич. Не годится. Это чудовищество, депутат Зеленов. Мы постараемся, чтобы вы проиграли свои мобруги. Тише, тише, тише. Вот этот ворец полковник Бутафорный, фамилия которому Жириновский. Вот это враг номер один российской армии. Вот таких полковников к стенке надо было ставить. И когда наши дети будут там снижать. Возьм уже второй год. Возьм уже готовится к Геннадию защищать такого потомка. Все, Александр Николаевич, достаточно. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, успокойтесь. Александр Николаевич. Смотрите на них, на только. Негодяй. Негодяй. Светлана Петровна, пожалуйста, горячего. Уважаемые депутаты, я прошу вас проголосовать за лишение Владимира Вольфовича Жириновского голоса на месяц. Ну хватит нам эти истерики выслушивать. Пожалуйста, поставьте на голосование. Кто за то, чтобы лишить Владимира Вольфовича Жириновского слова на месяц? Прошу проголосовать. Он мне назвал фашистом, и я должен помешать. Тише, тише. Я, Николаевич, по вас лишим слова. Это 20-го никогда не только. Карточек. Покажите результат. Решение принято. Вот так. Вот ваш полет. Владимир Вольфович, вы лишены слова. Я не вешал, я вливаю. Я не вешал, я вливаю. Я не вешал, я вливаю. Я виновный юрист Российской Федерации Жириновскому Владимиру Вольфовичу, заместителю председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Я прежде всего хотел бы извиниться перед Владимиром Вольфовичем. Он последний по списку, но не по значению. Когда я стал служить в КГБ, когда я служил в дивизии Дзержинского, придворной дивизии, я видел, как живут ЦК КПСС, я видел, как живут эти люди. Я прекрасно понимал, что эти люди просто-напросто обокрали мой народ. Появились очень богатые офицеры внутри ФСБ, которые ездили на дорогих машинах, имели дачи за границей, имели по нескольку квартир, имели счета в банках. Они управляли банками, то есть, как сказать, под криминальной крышей держали банки. И все прекрасно понимали, 96-й год он как бы был ключевой. И к 96-му году к руководству ФСБ начали возвращаться люди, которые, в принципе, всю свою жизнь занимались борьбой с знакомыслием, то есть бывшие офицеры 5-го управления КГБ СССР. И фактически сегодня мы видим, что офицеры спецслужб захватили власть. И в России управляют бывшие офицеры КГБ, бывшие офицеры 5-го управления государственной безопасности Советского Союза. Те, кто всю жизнь занимались борьбой с знакомыслящими. В 5-м управлении всю свою жизнь прослужил Путин, потому что никогда он в разведке не служил. Он всю жизнь служил в 5-м управлении КГБ. Даже находясь в Германии, он выполнял задачи 5-го управления КГБ. Я уже в том время не знал, что ФСБ убивает людей без суда и следствия. Одно дело знать, что твой сосед по кабинету убивает, а другое дело убивать самому. И я, когда мне дали приказ убивать людей, сказал, что я этого делать не буду. Сначала не прямо, сначала просто не сделал, тихо, молча. А потом, когда начали настаивать, я отказался открыто. Я поговорил со своими подчиненными. У нас был такой разговор. Я говорю, у нас есть три пути. Путь первый – начать убивать. И тогда, ребята, у нас уже пути назад нет. Конечно, мы будем жить богато, будем убивать в интересах своего начальства. И начальство нам разрешит убивать в наших интересах. Мы будем иметь большие деньги. То есть, если ты можешь заниматься свободно убийствами, ну, 10-20 тысяч долларов в месяц ты можешь свободно заработать в Москве. Путь второй. Ну, если мы начнем убивать, то пути назад уже нет. Путь второй – это просто этого не сделать, и, может быть, нас раскидают по подразделениям. Молча. И путь третий – открыто выступить. Если мы открыто выступим, то это все равно, чтобы пойти на абразуру дзота грудью. Я знал, что подняться против этой системы – это равносильно смерти. Что с нами будет, я сказал, я не знаю. Но мы должны сами решить, что делать. И мы несколько месяцев думали. И после этого открыто выступили против нашего руководства. Как открыто? Мы пошли в прокуратуру и написали заявление, что нам дают преступные приказы. 25 марта 1999 года был арестован, посажен в тюрьму ФСБ Лефортово, где я просидел 8 месяцев по сфабрикованным обвинениям. Суд меня оправдал, признал невиновным. После слов суди в зале освободить из-под стражи, в зал суда забежали офицеры ФСБ в масках с оружием автомата Миколашникова в камуфлированной форме, одели на меня наручники, выволокли меня из зала суда и отвезли уже в уголовную тюрьму, в бутырскую тюрьму. Уже третьи сутки Александр Лефортово находится в бутырском следственном изоляторе, куда он был дошпажен под усиленным конвоем опергруппы ФСБ прямо из зала суда. Следователю не смутило, что Лефортово был только что оправдан. Арест в зале суда – это нормальная юридическая практика? Я за 40 лет работы в судах в разном качестве «С такой практикой никогда не встречался». Со мной встретился офицер ФСБ, полковник, и сказал «Больше мы с тобой разговаривать не будем. Мы тебя убьем. Мы убьем твоего сына, шестилетнего». То есть мне он сказал так, что тебя же судят не за то, что ты уголовное преступление совершил. Все знают, что ты их не совершал. А тебя судят за то, что ты предал систему, за то, что ты открыто выступил против системы. Путин уже стал президентом, и он уже начал выстраивать свою вертикаль власти. То есть эта вертикаль распространялась и на ФСБ, и на военную прокуратуру, на военные суды. Их, кстати, раньше другие взяли под контроль, чекисты, во главе с Путиным. И никакой справедливости в этой ситуации мне добиться было уже невозможно. Мало того, еще угрожали убийство моему маленькому ребенку. И я принял решение покинуть Россию. Начинаем выпуск с последних новостей из Волгограда, где террористка-смертница привела в действие взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность оценивается в 10 килограммов тротила. Бомба сработала на входе в здание вокзала между дверями и рамками металлоискателя. По уточненному данному Следственного комитета погибло 16 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 45, среди них уже есть дети. Жертв могло быть значительно больше. Произошло перед Новым годом в Волгограде. А также новые антирористические предложения, которые сейчас разрабатываются в Синогласовском Доме. Собственно, гость нашей студии, глава Домского комитета по безопасности, Терри Мировой. Здравствуйте, Римон. Здравствуйте. Есть три темы, которые вызвали достаточно острые общественные дискуссии. Это право сотрудникам ФСБ на обыске. Это интернет-платежи, которые анонимными больше не могут быть. И это регистрация в интернете. Давайте начнем с повышенных полномочий для ФСБ. Что вы предлагаете? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok